Привет зритель! Давно я не делал видосов по ассасинам, но время пришло. А потому мы продолжаем наблюдать за жизнью пожилого итальянского ассасиноча Эцио Аудитория. И в этот раз он действительно пожилой. Бородку отрастил, волосы посидели, но его физическое состояние на удивление всё такое же бодрое. И скачет он по стенам, как в молодости. Не то что у меня. Отваливается спина и колени от подъема на третий этаж. Может тоже стать руфером? Да не, лучше дальше буду сидеть и деградировать на ютубчике. Отращивай третью булку, а назову я её Гемороша. Ну а вы на канале Брэна. С вами Брэн. Приятного просмотра. Начинается всё с катсцены флэшбэка, а-ля в предыдущих сериях. Твоя жизнь так быстро переменилась. Ещё пару месяцев назад ты наливал коктейли банкиром и звёзду. А теперь ты ассасин. Слушаем мы всё от лица Объекта 16. Он поясняет Дезмонду, что же произошло. А произошло страшное. Дездемоныш после событий в Брэзерхуде впал в кому, и его подключили к Анимусу, чтобы хоть как-то поддерживать в нём жизнь, пока мы пытаемся спасти сами себя. Просыпаемся мы на странном острове и встречаемся с Объектом 16 лично. Просто проходи мимо. 16? Они не сказали, как меня зовут? Вот чёрт. Я всё ещё в Анимусе? Ты пережил очень сильный шок. Ребекка, вытаскивай меня. Они не помогут, Дезмонт. Ты совсем сломан. Твой разум. Разум. Да ну. Я в порядке. Прямо как я. Ха-ха-ха-ха. Он застрял тут уже давно и поехал кукухой. И такая же участь уготована Дезу, если мы не сможем закончить повествование наших предков, а именно Эцио и Альтаира. Начинается всё с воспоминаний Эцио о том, как он приехал в Массиаф на поиски Великой Библиотеки Ассасинов. Но его ловит злой лысый чел и уже хотел его накуканить, но Эцио изворачивается из этой ситуации. И продолжает свой путь по следам Альтаира. Забрав своё снаряжение, мы пробираемся на крышу замка и прыгаем бомбочкой в тайный водоём. А вот рофильно было бы, если бы статуя не проломила пол. В подземке мы встречаем работягу, которого насильно заставляли копать дверь, потому что другими способами открыть её у тампонов не выходило. Для того, чтобы открыть заветную дверь, нам нужны ключи. Выходим наружу и следим за отрядом противника и добираемся до лысика до того, как он ускакал. Бросаемся в погоню и начинается тот самый ассасинский момент эпика. Нас тащат за верёвку пузом по земле, пока мы карабкаемся к колеснице. И всё ради того, чтобы устроить заезд в стиле Доминика Торетто. В конце концов нас подрывают бомбой и заставляют ходить с одним хп. Именно так я выгляжу, когда просыпаюсь по утрам. Теперь же нас учат новой механики орлинного зрения. Теперь нам видно путь, по которому ходят люди. Избегая противников, мы добираемся до укрытия лысого и очень быстро и даже без сопротивления с его стороны протыкаем насмерть. Ты когда-нибудь заткнёшься? Старый пёс ещё не растерял зубы. Книга. Где она? А, дневник Николо Поло. Она тебе уже не поможет. Мы нашли один из ключей Массиафа и скоро у нас будут и остальные. То, что находится в этой библиотеке, не предназначено тамплиером. Книги Альтаира ты можешь оставить себе, Эцио. Нам нужны лишь указания, которые направят нас на пути к великому храму. После Анимус выкидывает нас обратно на остров. И что сейчас произошло? Ты сунул нос куда не следует. Вышел за пространство Дезмонда. Как только Анимус нашёл тебя, он затащил тебя Абрабра. Он просто выполняет команды, как программа защиты от сбоев. Пытается сохранить твою голову целой. Запрыгнув обратно в портал на острове, мы в роли Акцио оказываемся в Стамбуле. Слэш Константинополе. В компании с приятным молодым человеком. В детстве. Отец рассказывал мне истории о падении Константинополя. Хочешь сказать о завоевании Стамбула? Истории могут сильно меняться в зависимости от рассказчика. И не менее приятной дамой и будущей женой Эцио Софией Сартер. У меня в твоём возрасте были совсем другие интересы. Сальва. Ну и ну. Странно, что ты хоть что-то успевал. И мама удивлялась. Ну а в городе нас встречает Юсуф. Приятный дядька и глава местных убийц. Тобой-то я и ждал встречи. Почтенный мастер-наставник Эцио Аудиторре де Ла-Ла-Ла. Вижу тебя. Принимает он нас со всей восточной гостеприимностью. И проводит экскурсию по городу. Вводит в местные положники. Идём, наставник де Ференс. Я покажу тебе город. В данный момент в городе орудуют две группировки, помимо ассасинов. Византийские тамплиеры и местные атаманы. Друг друга они ненавидят и срутся между собой. Но и нам они далеко не друзья. Юсуф провожает нас в убежище ассасинов. И мы начинаем заниматься бытовухой. Такой как покупка шмота, получение нового скрытого ножа от Юсуфа. Нож-крюк, кстати, позволяет быстрее преодолевать препятствия в виде стен, кататься на канатах и швырять им солдат. И пока мы веселимся, тамплиеры совершают налёт на две базы ассасинов. На одну отправляется Юсуф, а наша задача защитить вторую. Для игры это новая механика. Мы, как голова, занимаемся менеджментом воинов, которые будут отбивать атаку. На расстановку солдатиков тратится боевой дух, который можно повышать путём успешного проникновения тамплиером под хвост. Ну и двумя словами, это обычный тавер-дефенс. После мы находим Юсуфа в компании четверых тамплиеров, которые хотят отрезать его змея-искусителя. М-м-м, библейские отсылочки. Юсуф сообщает, что базу на базаре он не уберёг и предлагает нам отбить её обратно. Также показывает, как работают бомбы. Ещё одно нововведение. Бомб этих куча самых разных, летальные, отвлекающие, даже вонючие. И мы можем сами их крафтить из подручных материалов. Прилагаем решить эту проблему раз и навсегда. Сделав универсальное устройство, которое, как обычно, изготавливается из деталей, которые очень легко найти. Отбиваем базу, так же, как и в предыдущей игре. А именно, убиваем капитана и зажигаем сигнальный огонь. И на этом нас снова выкидывает из анимуса. В этот раз Ребекка на том конце замечает подозрительные активности в работе анимуса. Процессор должен быть не задействован, но системный монитор показывает пики активности. 16-й же лежит в депрессии от того, что сам не может ничего сделать в своём положении. Ведь его тело уже давным-давно съели черви. Пока все вокруг Dead Inside, он единственный Dead Outside. В следующий раз Юсуф просит нас нанять новобранцев в Орден. Это типичное обучающее задание по рекуртированию. В порту находим воришку, которого держат в клетке. Помогаем ему выбраться и посвящаем в ассасины. После разговариваем с учеником на одной из баз. Он рассказывает нам о частых смертях среди членов Ордена. И мы должны выяснить, что происходит. Используя орлинное зрение, находим убийцу и преследуем его. Но ему удается скрыться. Этот убийца бывший член Ордена. И с ним мы ещё встретимся. Но позже. Возвращаемся на базу, где Юсуф учит нас скрафтить бомбы. Этот момент я пропущу. Также мы спрашиваем у Юсуфа про дневник Никола Поло. У них же в этом районе была лавка. Кажется, да. Поговори с мастером Пири Рейсом на базаре. Он подскажет тебе, где её найти. Он предлагает нам обратиться к Пири Рейсу за помощью в поиске книжной лавки Поло. Ты от Юсуфа Тазимы, что ли? Он любит преувеличивать. Си, он сказал, что ты покажешь мне место, где была лавка Никола Поло. А, ты, значит, и есть тот флорентийец, о котором он мне пляж проел. Лотарио? Эцио. Пири помогает нам с поиском лавки. Что ж, направляемся по адресу и в книжной лавке встречаем Софию. Какая неожиданность. Простите за беспорядок. Я так и не успела прибраться. Вы прибыли из Родоса, да? Си? Откуда вы знаете? Мы были на одном корабле. Этсу аудитора. София Сартур. Мы знакомы? Теперь да. Мы находим скрытую дверь в её лавке и спускаемся в катакомбы под городом. Мелодио? Что это такое? Инкредибели. И куда он ведёт? Может, посмотрим? Кто вы, мессер? Самый интересный мужчина в вашей жизни. А, кипризантоза. Апресту, София. Я скоро вернусь. Помимо нас, в канализациях города рыщут тампоны в поисках ключей, за которыми мы, собственно, и пришли. Но он вообще понятия не имеет, что и как. Знает только, что это где-то в городе. Город-то большой. Через тот город заяц бежал, не перебежал. Без особых проблем достаем ключ, который больше похож на диск со странными узорами, похожими на те, что были на яблоке Эдема. А помимо ключа, находим карту, составленную Никола Поло. На ней он отметил книги, которые приведут нас к другим ключам. Взгляните на поля. Странные символы. А это название книг. Редких книг. Некоторым из них точно больше тысячи лет. Никола Поло спрятал эти книги здесь, в городе. На карте указано, где. Далее, нам нужно заручиться помощью цыган. Они будут заменять нам куртизанок из Бразерхуда и Двойки. А чтобы они помогали, им должны помочь мы. Дело в том, что тамплиеры забрали у них деньги. И они хотят не просто вернуть их. Они хотят вернуть их так, чтобы цыган после этого боялись и обходили стороной. Пусть лучше нас боятся, чем унижают. Мне нравится эта мысль. Вот мой план. План такой. Каждый, кто тронет деньги, должен умереть. Но не от ножа, а якобы от цыганского проклятия. Просто отравляем каждого, кто несет сундук. И на этом дело сделано. Снова встречаемся с Рекуртом. Он продолжал поиски убийцы, терроризирующего братства. И, кстати, его зовут Валли. Валли взял в заложники двух наших братьев. И угадайте, кто будет решать эту проблему. Освобождаем обоих, но это Валли и нужно было. Это был отвлекающий маневр, чтобы ослабить базу и напасть на нее из-под тяжка. Валли сделал это с тобой. Наставник, простите. Вы попались на уловку. Он схватил меня, чтобы отвлечь ассасинов с базы. Он сейчас идет туда. Со всех ног мчимся на базу и нагоняем убийцу. А наш Рекурт метким прыжком прерывает его жизнь. Когда-то кредо было для меня, как воздух и вода. Но когда турки вторглись в Валахию, а ассасины пальцем не шевельнули, чтобы остановить их, как я мог сохранить веру? Если твоя философия не дает тебе защитить твой дом и семью, твой народ, что толку от нее остальному миру? После всех дел, Эцио изучает ключ. И из него он получает воспоминания Альтаира, прямо как Дезмонд через Анимус. А конкретно мы наблюдаем события до первой части игры. На Массиаф напали тамплиеры, и мы вынуждены защищать свой дом. Бежим в замок и встречаем лидера тампонов. Он грозится убить Альмуалима, если мы попытаемся подойти. Тебе не уйти отсюда живым, предатель. Нет, ты не понял. Я не предатель. Нельзя предать тех, кого ты не любил. Значит, ты жалок вдвойне. Вся твоя жизнь была ложью. Тайно пробираемся по стенам и прерываем жизнь нашего врага. И спасаем учителя. И? И? Ты слишком переоцениваешь людей, Альтаир. Тамплиеры знают истину. Люди слабые, подлые и мелочные. Нет. Наша кредо говорит об обратном. Может, мне не хватило ума понять его? Но это вряд ли. Скорее, мне хватает ума не верить в эту чушь. На каждом таком ключе записана часть воспоминаний Альтаира. И по ходу их нахождения мы будем все больше и больше узнавать о его секретах и тайнах. И на этом я заканчиваю первую часть моего рассказа о том, про что был Assassin's Creed Revelation. Если тебе понравилось, поставь, пожалуйста, лайк и напиши комментарий. Мне это очень поможет. Спасибо за просмотр и до встречи на этом канале. Субтитры создавал DimaTorzok